Дорогие друзья, всем привет! Видите, 10.00 Я сегодня в прекрасном месте, я когда в Москву приезжаю, всегда здесь молюсь, это Община Дор Равии и Равин Равдидали Ашосток, вот видите? И его орлы, как он говорит, его орлы. Это молодые ребята, которые учат Тору и профессию одновременно. Значит, всем привет, всем привет! И сегодня, видите, я как бы в пути все время, да, в последнее время, вот я в пути, в Казахстан, там, в эти самые, в Тиви-тренинге проводил, у меня в 10 начало, я как раз там все время что-то... Вот, и, значит, всем привет! Видите, Вячеслав из Владивостока, Анделина Руф из Краснодара, со всего мира люди собираются, даже есть из Нью-Йорка Оксана Павликова, откуда, не знаю, Оксана, Светлана Горчицкая, шалом! Шалом, всем шалом, значит, мы, Алекс Поделка, это папа Давида Поделка. Он, да, входит в современную рот, и все. Я вчера Давида видел, привет от Давида. Да, вот, молился вчера. Все, всем шалом! Итак, дорогие друзья, все, мы продолжаем. Здорово, слонян из Германии, и вообще, со всего мира. Итак, мы продолжаем изучать Пертьевод, четвертая глава, и сегодня мы продолжаем Мишну, в которой вот этот Илеша Бенавуя, как известно, человек, который, поднявшись в Пардес, после этого отошел от Торы. Очень странная история, одна из самых странных историй вообще в Талмуде. И, значит, он нам сказал, что тот, кто учит, тот, кто учит в молодости, он сказал так, что тот, кто учит, тот, кто обучает Торе ребенка, на кого он похож, на того, кто пишет чернилами на бумаге новой. А тот, кто обучает старика, значит, на что это похоже, на того, кто пишет чернилами на бумаге уже стертой. Ну, хотя там раньше бумаги не было, были пергаменты, но вот понятно, есть пергамент, и на нем чернилами писали какие-то письмена. И когда человек в молодости, это мы, Мишну, уже прошли в прошлый раз, когда человек в молодости, то он получается все, что он пишет, все, что он слышит, все, что он изучает, это Тора, и не только Тора, оно записывается к нему как на жесткий диск, сразу прям записывается. Почему? Ему нужна в молодости информация, как выживать в этом мире. То есть, любая информация, она ему полезна для выживания, и он ее запоминает. У него нет информации о мире, и он ее впитывает. Но, как только у него решились все его первичные проблемы информационные, то есть, он знает, где магазин, где туалет, где опасная тропинка, где не опасная тропинка. В этот момент у него уже закрывается вот эта потребность большая в информации. И только у некоторых людей остается она до конца жизни потребность познавать, как устроен мир. Ну, значит, Ильша Бенавуа сказал, что это мы уже изучили, и интересно, дальше мы поймем, как они связаны, эти Мишны, и именно почему он это сказал. Вторая часть этой же Мишны, ее сказал, значит, сказал ее Раби Йоси Бар-Иуда и Шквар Абавли. То есть, был такой человек, Раби Йоси Бар-Иуда, он был мудрец Тана, он был мудрец эпохи Мишны, и он говорил, смотрите, он говорил, что тот, кто учит Тору от маленьких, от маленьких, от молодых, да, на кого, на что это похоже, на тот, кто кушает виноград, ну, незрелый виноград, то есть, который кушает виноград еще не полностью поспевший, и он пьет вино с, ну, которое только сделано еще, вот вино, с которым, молодой вино, где перемешаны еще вот эти вот виноград, из гата, молодое, а тот, кто учит Тору от старика, да, с к ним, это старики, на что это похоже, на тот, кто кушает виноград, значит, поспевший, и пьет вино старое. Значит, пьет он, вино старое. Теперь тут он говорит, с другой стороны подходит к вопросу. Значит, а у кого учить Тору? Есть молодой какой-то мудрец, да, Торы, который или просто не мудрец, вот как я. Ну, я молодой, не мудрец. То есть, я как бы просто ну, вот читаю, рассказываю, как я понимаю. Или учить у человека, который там, например, сейчас Рав Эдельштейн, да, он главный раввин Мира Ишива, ему сейчас, ну, там лет под 100. То есть, там только карьера в 95 начинается обычно. Ну, главные раввины в Мире Ишива, они Рав Ильяшев, там ему 105 было. То есть, они все умирают уже за 105 лет, и до последнего момента они обучают Тори. Так у кого лучше учиться? У старика, который знает всю Тору, но он ну, совершенно невероятного ума, ну, например, когда Рав Хаим Каневский к нему задают вопросы, он иногда даже не отвечает, он пишет коротко, там, ну, вот, там, он может человеку сказать, написать бу, коротко, бу это брахава от слаха. Все, чтобы не тратить лишние слова, он человеку говорит брахава от слаха, то есть, коротко, он уже жизнь познал, и ему, ну, то есть, вот вопрос он задает. Говорит он, что значит, тот, кто учит у молодых, он пьет еще вино не готовое, то есть, в нем перемешано много, много мудрости, но есть очень много наносного, которое, которое, как бы, накладывается на вот это вот вино Тори, но на знание. То есть, когда молодой человек, у него куча разных мыслей, каких-то идей, там, его в разные стороны колбасит. Мудрец, у него уже Ецарара его отпустил, и у него остается вот в чистом виде Тора, в чистом виде. Значит, теперь дальше. Раби Мэйр, Раби Мэйр, это был ученик Раби Иуда Анаси, он был также ученик, ученик он был Ильиша Бенавуэ. Ильиша Бенавуэ, это был человек, который отошел от Торы. А Раби Мэйр продолжал у него учиться, даже когда он нарушал шаббат, там уже все. Его спрашивали, как ты можешь у него учиться? А он говорил, Раби Мэйр, что, говорит, я, как граначия кушает, я сок высасываю, а зерна выплевываю, и шкуру выплевываю. То есть, я знаю, что у него взять, что не взять. Теперь говорил нам Раби Мэйр следующая вещь. Он говорил так. Альтистокэль бэканкан, не смотри вообще на внешнюю оболочку, эля бэмаш ешбо, а смотри на то, что есть внутри. Значит, ешканкан хадаш, малэй яшан. Есть новый кувшин, но он полон старого вина. То есть, новый кувшин, например, молодой мудрец, и он полон мудрости Тора, которая в чистом виде мудрость Тора, и он на нее ничего не накладывает, он ее как хранитель такой. А есть, он говорит, канкан, кувшин старый, но даже нового нету в нем. То есть, в нем вообще нету Тора, хотя он может быть выглядит там в трех штраймалах и так далее. То есть, тут у нас есть три как бы мнения. Первое, три ступени, как подходить к процессу изучения Торы, у кого учиться, как учиться и так далее. Первое, что сказал Ильша Беново, что то, что человек в молодости учит, оно с ним остается надолго. То есть, очень важно, чем ты моложе начинаешь учить Тору, тем проще тебе ее постигнуть, тем она сильнее записывается на тебя. Но, как мы видим, из самого автора этой Мишны, ему Тора, который он учил в молодости, он знал всю Тору, он был великим мудрец, она ему не помогла остаться на пути служения Богу, и он ушел с этого пути. Но, тем не менее, Тора, который он учил в молодости, она в нем оставалась навсегда, и Рабин Мэр ее учил. Но, при этом, Ильша Беновоев в шаббат ехал на лошади и передавал евреям римлянам, и он был совершенно страшный человек по своим намерениям. То есть, мы видим, что как бы сама по себе знание Торы и намерения человека это разные вещи, то есть, по первой части. Значит, это была чисто техническая, что в молодости то, что ты учишь, ты запоминаешь. И тут же, опять же, это очень касается нас, которые в молодости учили пионерские песни, там, я не знаю, что еще в молодости мы учили, разные мультики знаем хорошо, да, там, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Тирим-тирим-парам-парам, на то оно и утро. Вот я всю жизнь помню, мне 46 лет, помню Винни-Пуха мудрые высказывания, да, то есть, мудрейшие. А, например, то, что мы учили предыдущий Мишнают, я уже не помню. Винни-Пуха помню, а там Мишнают не помню. То есть, это то, что нам сказал Ильша Беновоев, запоминается лучше в молодости. Второе, то, что нам сказал, если посмотреть Раби Йоси, Раби, значит, звали его, Раби Йоси Бен-Иуда, он нам сказал, что, что молодой человек, на него по-любому, даже если он учит Тору, на него накладываются его, его, то, что, ну, вот, как он сравнил вино молодое, там есть, ну, шмарим эти, как сказать, осадок есть и так далее. То есть, когда молодой человек, у него по-любому, его очень сильно, на него влияют его желания, желания, Ецарара, там, инстинкты и так далее. То есть, ему всего хочется, там, ну, и так далее. То есть, он говорит, что, смотрите, если ты учишься у молодого, ты должен знать, что там может быть примеси какие-то. Могут быть. Не факт, но могут быть. А когда ты учишься у старика, то там, как бы, у него уже Ецарара его отпустила, у него осталось только его, только его знание, да. Да. Закон, ему ничего его в жизни не интересует больше. Он уже понимает, что он идет к Богу, как был такой Равшах. И он очень часто, вот, в разговоре его спрашивали, ну, вот, почему он такой, там, занимает такую жесткую, крайнюю позицию в каких-то вещах, да. Он говорит, послушайте, я, говорит, в любой момент знаю, что я могу в середине разговора умереть. То есть, он говорит, мне чего бояться. Я, что мне бояться? У меня нет, меня здесь ничего не держит. Я только за истину, за правду. У меня никакие здесь, на этой земле. Я понимаю, что я вот прям, он говорил так. Я, говорит, готов в середине разговора уйти. И, например, то есть, когда человек уже пожилой, он понимает, что его в этом мире ничего не держит, да. Его держит только истина, духовность. И это то, что хотел подчеркнуть Раби Иуда, Раби Осип, сын Бар-Иуда. Теперь, а Раби Мейер, он в этот вопрос входит в обучение с третьей стороны. Он говорит, смотрите, не надо смотреть вообще на конка, на оболочку. То есть, вы смотрите все время вглубь, на то, что внутри. Смотрите на намерения человека, а не на его внешний облик. Бывает, что у человека, бывает, что у человека он канкан молодой, да. Но у него внутри все, как вот это старое вино. То есть, он, были у нас такие мудрецы, которые с 13 лет, как Раби Авадия Иосеф, там, в 13 лет они были уже даянами, судьями. Их, кроме Торы, с молодости ничего не интересовало. То есть, они были, внешне он был молодой, но его наполняла только Тора в чистом виде. На это вообще его ничего не интересовало. Причем, были даже такие люди, которые, как Бензума, Беназай, они даже не женились. То есть, они говорили, у меня мое стремление только к Торе, и все. И они были полны вот этого вот старого, то, что называется, старое вино. То есть, тайны Торы. Старое вино, это как метафора на тайны Торы. А бывает, он говорит, что человек старый, ну, то есть, Канкан старый, он с виду такой прямо, ну, вот, реально прям смотришь, думаешь, ну, вообще, прям цадик. А он вообще не цадик. То есть, у него, и у него и Тора вообще нету, да? То есть, бывают люди просто наряжаются в эту одежду, и религиозную. И вот, когда они любят религиозных, я всегда говорю в Израиле, когда говорят, вот вы там религиозные, и все. Я говорю, как ты определяешь религиозного человека? По каким признакам? По длине пельсов, по, там, пушистости Штраймала вообще? Какие у тебя критерии поднять его религиозность? То есть, если он ведет себя не по религиозному, его поведение не религиозное, значит, он не религиозный. Как ты можешь назвать? То есть, религиозный, это тот, кто выполняет законы Тора, который честный, который живет именно по божественным западам, он религиозный. А внешние признаки, ну, то есть, это никак не, никак они, ну, как, вернее, они, может быть, помогают, как бы, отличить свой чужой, но если человек доказал своим действием, что он ведет себя неправильно, то действие важнее, чем вот этот вот кан-кан, ну, чем кувшин, в который человек себя одевает. Поэтому я очень много беседую на эти темы с нерелигиозными людьми, и у меня, то есть, ответ, что если человек ведет себя нерелигиозным, он нерелигиозный. Если он одет как религиозный, он переодет в религиозного. То есть, нужно назвать вещи своими именами. И об этом, как раз, мне кажется, говорил Раби Мейер, что не смотри на кан-кан. Хотя, опять же, русская мудрость, она что говорит, народная мудрость? По одежке встречают, по уму провожают. То есть, первое впечатление, естественно, что человек, он формирует по одежде, и по одежке встречают, то есть, для этого люди и одевают одежду, чтобы показать себя, кто я, какой я, и так далее. И, ну, это должен, если мы-то изучаем мудрость, мы изучаем, как разбираться во всем, и это как раз вот заключение, которое на нем, как раз мы сегодня и закончим этот урок. Не смотри на кан-кан, не смотри все время на внешнее. То есть, Тора нас учит смотреть на внутреннюю суть вещей, на намерения, намерения человека, его, как бы, направление, куда он двигается. И вот в любом деле, в любом деле, нужно понимать суть вещей, заходя за, как бы, за границу внешнего. Да, то есть, внешнее намерение, это, вернее, внешняя кан-кан, вот эта тут, внешняя форма, она обманчивая, она все время обманывает, да. Одежда, даже слово «бэгат», если мы посмотрим на Эверите, слово «бэгат» – одежда, да, и слово «ливгод», «ливгод» – это еда, это предательство. То есть, «бэгат» – это то, что, это то, что обманывает. Внешнее, оно часто обманывает. Вот так вот. Давайте подведем вывод, значит, какой можно сделать вывод. Первое, учиться надо в молодости, а в старости, когда ты учишься, то способности запоминать, они намного уменьшаются. Это первый можно сделать вывод. Второе, можно сделать вывод, что у кого учиться. Все равно, все-таки, если есть выбор, у кого учиться, то, ну, изначально надо понимать, что молодой человек, он наложит очень сильно на обучение свою, свою молодость, ну, свои какие-то силы, которые в нем еще бурлят. Я помню, когда я приехал в Ешиву, учиться мне было 25 лет. В 25 лет я приехал в Израиль и 26, мне было 89, 26, да, 26 лет я приехал в Израиль, как раз сел учиться в Ешиву, мне было 26 лет, и у нас был один раввин, мне очень нравились его уроки, Рафхайм Шаулов мы его назвали. Так, урок у него был, это мы его назвали «Тора по понятиям». То есть, он нам объяснял писушилханарух на таком вот именно сленде, понятийном, ну, именно как бы, как блатной такой немного сленг. Да, и мы очень любили, нам было понятно, «Тора по понятиям», да, значит, он так мог именно, ну, стукнуть мог даже иногда, да, то есть так, в шутку, но, но, чтобы было понятно, что «Тора» это «Тора», это серьезно, Бог не шутит. Другие, другие были уроки, например, был раввин, Рафхан Охлернер, я у него учился очень, он такой глубокий, очень человек глубочайший, и он за всем видел вот эту какую-то очень большую глубину, и ее показывал всегда, и мне казалось, а я не видел эту глубину, мне казалось как, вот написано вот так, какая тут глубина, ну, то есть я именно требовал от него, как сказать, придерживаться текста, то есть написано, текст написан, говорю, как вы в глубину, то есть, но он, каждый человек, каждый человек, значит, он смотрит на мир сквозь свою призму, вот, например, сейчас очень смешная получилась история, уважаемый Зураб Асланян, он подсказывает нам, что мы должны батареи эти в часах поменять, потому что они стоят, а просто телефон искажает, и, ну, то есть он показывает в другую сторону, часы идут прекрасно, но телефон искажает, это яркий пример того, что, что насколько, вот, информация может быть искажена восприятием, и, вот прям конкретно, в телефоне сейчас на часах без 10, без 22, ну, потому что они показывают в обратную сторону, на самом деле 10-20, все нормально, батареи эти работают, значит, второе, давайте еще раз, сделаем простой, понятный вывод, что тот, кто учит от стариков, это тот, кто пьет уже вино выдержанное, то есть если старик, опять же, он до старости продержался, и он не согрешил в Торе, то можно сказать, что его знание надежное, но, опять же, мы знаем про, был такой, написано, что это нам Гилель говорил, не вери в себя до дня своей смерти, и приводится пример, что был такой раби Йоханан, который, который в 80 лет был первосвященником, а потом стал в Сдуке, и Рав Дедаля рассказывал, Рав Дедаля рассказывал про, про раввина Испании, во время исхода из Испании, главный раввин Испании принял христианство в 90 лет, то есть, вот, просто в 90 лет, и он как бы взял, принял, не помню, как его звали, помните? Это был, когда они вместе уходили, был Рависко Кабарбанель, и с ним вместе был еще один, да, в 90 лет он, значит, то есть, но, как правило, если человек всю жизнь изучает Тору, то и он дошел до уровня старости, то его Тора, она более в чистом виде, без всяких примесей, как правило. И последний вывод, что вообще не смотри на кувшин, смотри на суть, то есть, смотри на суть, старайся уйти от внешних оценок и войти в суть. Все, пожалуйста, напишите свои выводы, какие у вас есть выводы из этого урока, повторите, опять же, то есть, чем ты старше становишься, тем больше надо повторять, повторение, мать, учение. Поздравляю, Марину Шувалову, в 10-20, в этот день, 26 лет назад родился ее сын, сейчас 10-20, как раз вовремя, до Мазальтов, очень интересно. И, значит, все, пишем свои выводы, повторяем выводы, учим Тору, потому что очень важно смотреть на мир сквозь призму Торы, потому что, если у тебя Тора, если есть внутри, то она тебе дает совершенно другой мир, то есть, у тебя другой мир, другие решения, другие взгляды, и, естественно, будет другой суд в Роша Шина, потому что Бог, он каждого человека просматривает, и если внутри есть много Торы, то, слава Богу, будет у всех, все будут записаны в книгу жизни, то есть, я желаю вам всем записаться в книгу жизни и удачи, успехов, с Божьей помощью, до завтра. Завтра будет урок, завтра здесь будет урок, спасибо большое. Значит, все, спасибо. Спасибо. Спасибо.